Так, добрый день. Хотел поговорить с вами насчет мусорной реформы, насчет ротации кадров в Министерстве экологии. Вы написали пост на эту тему. Расскажите подробно, что вообще происходит, все-таки, каких успехов достигли эти министры там и вообще ситуацию. Расскажите. Да, на сегодняшний день есть неофициальная информация о том, что Павла Корчашкина, нынешнего министра экологии и рационального предупреждения Красноярского края, будет увольнять. Так сказать, она неофициальная информация, но изнутри, из правительства Красноярского края сообщает, как раз подтверждает эту информацию. Мы видим, что за последние шесть лет, если проанализировать всех министров, которые у нас работали в этом министерстве, они занимали должность не более двух лет. То есть два года, начиная, к примеру, с Елены Вавиловой, ее сняли, там, завели уголовное дело, не знаю, там, через суд все-таки дошло до обвинения или нет. В принципе, заместители, на заместителей ее тоже завели, на тот момент было заведено уголовное дело. Сережа Шахматов на тот момент тоже был заместителем Вавиловой. Ну, я так понимаю, вовремя соскочил с этой должности, так бы тоже уголовное дело было заведено. То есть вот тот коллектив, который был на тот момент в министерстве, ну, отличался ярким криминалитетом. Коррупционная составляющая, да? Ну, да, там все по лесу, по мусорной реформе в основном дела были. Следующий состав у нас это приходят, так сказать, прокурорские работники. Владимир Часовитин, боец, человек, который, по крайней мере, работая с активной частью общества и экспертами, подавал большие надежды, что он углублялся в проблематику. Насколько уж ему давали наверху возможность что-то менять в этом уже устаканившемся мире взаимодействии между властью и бизнесом, это большой вопрос, ну, по крайней мере, тоже проходит там почти два года и его тоже убирают. То есть он сам, по-моему, ушел все-таки, совесть не... Ну, у нас, как бы, вроде все сами уходят. Ну, понятно. А уж как ему это преподносит, чтобы он написал это заявление. Павла Корчашкина, я тоже не думаю, что его уволят, он тоже сам уйдет. Вот потом приходит на смену Павел Корчашкин, который ранее занимал должность главы Зеленогорска. Для которого были надежды, я помню, на митинге он выступал, там, приходил. И сомнительность, если после, по крайней мере, после того потенциала, который давал Владимир Часовитин, Павел Корчашкин, конечно, все-таки, как бы, послабее. Да, да, да. Именно, может быть, в части его человеческого восприятия. Тоже, вроде бы, начал разбираться, но по итогу тоже видим результат. Тоже убирает. Что мы можем констатировать? Вот у нас вся тема экологии и природопользования в правительстве Красноярского края активно решается, вопросы по этой теме решаются за счет влияния финансо-промышленных групп, каких-то вот этих вот группировок, сфер влияния, там, и мусорный бизнес, и тех, кто загрязняет воздух, и тех, кто там занимается лесом. То есть, все ниши поделены. Разговаривая с бизнесом, ну, с молодым поколением бизнесменов, которые пытаются влиться в какую-нибудь отрасль, они все сталкиваются с тем, что просто не дают заходить. Блоки. Коррупционная составляющая. Да, везде все занято, создаются какие-то искусственные барьеры. То есть, невозможно работать. Мало того, началась вот эта национальная, реализация национального проекта «Экология», и вот это в рамках нее мусорная реформа. И мы видим, что на самом деле государственные служащие в регионе неправильно поняли призыв Владимира Путина к изменениям в экоголизации нашего региона. Задача-то стояла создать благоприятные условия для проживания человека, местного населения, улучшить экологию в нашем регионе. А они чем начали заниматься? Они поняли, что нужно делить рынок. Создавать условия под кого-то. Да, начали зажимать, закручивать гайки местному бизнесу по всему региону, то, что касается отрасли и обращения с отходами. При этом выстраивая благоприятные условия для третьих лиц. Вот уже неоднократно заявляют, что Москва хочет сюда конкретно зайти. Ну, и это все напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона. Местный бизнес мог бы и деньги сюда вкладывать, только если ты, получается, не имеешь какой-то лояльности от правительства, то и бизнес вести не можешь. Понятно. То есть получается, что сюда приложили руку и, по сути, губернатор, и представитель правительства, и финанс промышленной группы, да? Вот вы все-таки видите связку такую, да? Вот знаете, вот то, что касается верхушки нашей региональной власти, я бы сказал следующим образом. Там тоже идет разделение на, так сказать, несколько групп влияния. Именно такой, кто имеет власть на влияние определенных политических вопросов. У нас есть представитель правительства, Юрий Анатольевич Лапшин, которому прямую подчиняются все министерства. Есть губернатор Красноярского края, Александр Викторович Ус, который несет прямую ответственность перед президентом за реализацию национального проекта «Экология» и за все реформы, которые у нас реализуются в этой сфере. Так вот, вспоминая ту активность Александра Викторовича Уса, которую он активно везде, ну и демонстрировал, и вообще активничал по борьбе с сферосплавным заводом. Потом еще было несколько прецедентов, касающихся вопросов экологии, где он вставал на сторону населения. То есть создал в себе такой экологический бренд, за счет которого и стал, в принципе, губернатором у нас здесь, в Красноярском крае. То я бы сказал, что в этом случае, в этой ситуации Юрий Анатольевич Лапшин со своей командой, там, Варфоломеев, Шахматов, наоборот, подводит его. Потому что, ну, вот этот экологический бардак, который мы видим, то есть население вынуждает платить, мы все больше узнаем информации, там, о полигонах, вот этих вот таких давлениях на бизнес, вот если обращения с отходами, по махинациям, там, автоспецбазы с документами. И об этом, обо всем уже известно в правительстве. Но никто не предпринимает решительных мер. И губернатор в том числе, да, получается? И губернатор в том числе, я просто не знаю, как он, имеет ли он там возможность как-то приказать. То есть для нас, для населения, мы понимаем, что в общем, все, что происходит в сером доме, наоборот, идет направлено на то, чтобы не было достижения каких-то определенных показателей нацпроекта «Экология». Что воздух, что мусор, что там по воде это касается, что по лесу, ну ничего не меняется. И меняют министров, одного, второго меняют. По сути, чтобы прикрыть, скажи. Прикрыть дыр, ну то есть даже можно обвинить, ну вот, сейчас мы поменяем, и все будет по итогу. По итогу ставят лояльного всем этим финансовым группам человека, который создает видимость, что он действует на благо общества, на благо государства. А по итогу они там свои школьные дела решают, а население, как было, остается с носом. Где-то там загнанное, стоило, и вынуждено там за все за это платить. Так мы там и остаемся. Так и там и остаемся. Ну то есть ваш вердикт, неудовлетворительная оценка, да? Неудовлетворительная оценка, и если оперативно эта ситуация не будет меняться, и губернатор не обратит внимание на голос общества, на те проблемы, про которые на сегодняшний день мы все кричим, что вы смотрите, что здесь ничего не меняется, что мы даже там, пускай в чем-то не эксперты, но мы видим, что улучшения в отрасли обращения с отходами вообще нет. Все полигоны старые, к нам сюда все пытаются завести какие-то эти сомнительные технологии, про которые эксперты отрицательно отзываются. И за это все мы уже два года платим. Платим это, или коснулось это конкретно той части общества, которая мало финансово способна, многодетная, у нас же как всегда, то есть человек, у которого 200 квадратных метров он стал платить меньше за квартиру, а семья из 6 человек, которые живет в 50 квадратных метрах, стала больше платить в рамках реформы. Ну, муж, хватит уже издеваться-то, ну, уже давайте как-то держать руку на пульте и принимать свои политические решения в интересах общества, а не в угоду каких-то там лиц от бизнеса. Да, 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 спасибо, Павел.